Углубленное медицинское обследование хоккеистов проводится два раза в год и является обязательным. Со времен пандемии медосмотр для Акбарса осуществляется на клубной базе врачами-специалистами университетской клиники Казанского федерального университета. Список врачей немал. Терапевт, невролог, стоматолог, врач по функциональной диагностике и спортивной медицине и другие. Они провели ряд исследований. Узи щитовидной железы, органов брюшной полости, ЭКГ. Клиника идет во многом нам навстречу. В частности, позволяет проводить медосмотры на базе Акбарса. Это все началось в эпоху пандемии, когда старались исключить лишние контакты. И после этого поняли, что это удобно прежде всего нам, то есть клубу. Планово получается так, что два раза в год углубленный медосмотр. Примерно раз в месяц мы берем кровь на ряд показателей. Помимо этого, есть текущие осмотры. Это вес и содержание жира подкожного. Ну и ряд осмотров, которые предполагают какие-то жалобы. Особое внимание на осмотре уделялось велоэргометрии. В отличие от других процедур, где спортсменам требовалось спокойно лежать и выполнять указания врача, здесь нужно было приложить усилия, крутить педали. Именно при такой физической нагрузке на ЭКГ можно выявить скрытую сердечную недостаточность и другие патологии сердца, которые в спокойном состоянии не всегда определяются традиционной кардиограммой. Тренеры ставят задачу игроку и медикам, какой оптимальный, как они считают, вес, оптимальное содержание жира. А дальше эта задача решается как дисциплинарно, так и с помощью диет, так и с помощью какой-то фармподдержки. Ну и с помощью, собственно, упражнений. То есть какие-то дополнительные тренировки проводятся. Хоккеисты должны обладать не только хорошей физической подготовкой, но и острым зрением, которое во многом влияет на ход игры. Переключение с ближнего зрения, следование за шайбой на дальнее, взгляд, направленный на ворота соперника, является тяжелой нагрузкой. Поэтому посещение офтальмолога также важно. Основные исследования – визиометрия, периметрия и обследование периферии глазного дна. Иногда, конечно, жалобы у них есть, предъявляют небольшое снижение остроты зрения, но она корректируется. То есть мы им даем определенные советы по восстановлению зрения или советы даем по коррекции по поводу использования, возможно, контактных линз для того, чтобы им удобно было в игре, чтобы им не испытывали они каких-то проблем в их роде деятельности. А так, в принципе, в основном ребят у нас и здоровые приходят. Стать хоккеистом – мечта многих болельщиков Акбарса. Но несмотря на всю привлекательность игры в хоккей, этот вид спорта имеет свои сложности. Во многом трудность в количестве нагрузок. Спортсмены почти не прощаются с клубной базой. Ежедневно они тренируются как в спортзале, так и непосредственно на льду. Ведь только упорство, дисциплина и сплоченность команды приводят их к высоким результатам. Между играми тренируемся. Где-то, если удачно играем, дают выходные. А так, когда сезон, регулярный чемпионат идет, то есть много выходных, как бы их нету. Ну и понятно, почему. Потому что постоянные игры, разъезды. Если не плотный график игр, то еще и зал у нас тренажерное дело. И когда игры через день, то там как бы в основном лед, ледовые тренировки. А потом зал там где-то по желанию, либо отдельно, кому какая программа. Следим за своим здоровьем в тренажерном зале. Поддерживаем форму. Дома стараемся поспать побольше, у кого семей, у кого дети. Вдыхать побольше, погулять. Если прям охота спать, то часов 8 вполне хватает. Бывает по 6, всегда по-разному. Если есть время днем поспать, так же где-то часик времени удается поспать. Гулять не особо люблю. Поэтому так вот дома, в семейном кругу, так скажем, да, и отдыхая, бывает вот сон, так массаж, это у нас здесь, в принципе, с тренировок. Врачи отмечают, что спортсмены Акбарса всегда были и продолжают оставаться в отличной форме. Все это труд как самих спортсменов и тренеров, так и медицинского персонала, который делает все, чтобы команда оставалась в отличной форме и приносила победы. Пока континентальная хоккейная лига приостановила регулярные встречи в связи с традиционным матчем всех звезд КХЛ и Кубком Первого канала. Но уже 19 декабря команда вернется на лед и сразится с авангардом. Кристина Отекина, Николай Осуховский, Софья Чугунова. Универновости.